Микс Ньюс У нас гости! Ребята! А это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио.ком 672 12 93 и 9 Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Разворот В студии работает Марис Морканс Владимир Родионов И звукорежиссер Евгений Копеин с нами сегодня Телефон прямого эфира 672 12 93 и 9 И 672 13 93 и 9 Вы можете звонить нам Также можете писать в видеочате На портале Микс Ньюс ЛВ В Фейсбуке, на страничке Радио Болтком, Болтком через АК Оставляйте свои вопросы, пожелания и комментарии А в гостах у нас специалист по Стратегической коммуникации Наш коллега СТВ Плюс Эстонский телеканал на русском языке С которым мы уже активно сотрудничаем Я имею ввиду радиостанцию Болтком Артур Раухайнен Здравствуйте, Артур Добрый день, здравствуйте Мы, я как раз когда изучал Вашу биографию Обратил внимание, что Вы еще до всех событий Связанных с Украиной И вот со всем этим обострением Информационных войн Как раз писали работу На тему пропаганда в маркетинге То есть Тема пропаганды Тема информационных войн Она насколько близкала? Ну она была и есть актуальна всегда Потому что Вне зависимости от медиаполя Вне зависимости от медиаканала Вне зависимости от продукта И является это медиапродуктом Или это просто творожок в магазине За вас бьются Но вот биться-то можно по-разному И что мы вообще Вкладываем в слово пропаганда Потому что Если разобраться Это продвижение Ну если дословно переводить Пропаганда сейчас Как мне кажется Во всяком случае Это такое Очень широкое понятие Ее понимают Многие по-разному Кто-то говорит Что это вот часть информационной войны Очернение Черный пиар И так далее Вот в вашем понимании Что такое пропаганда сегодня? Но тут есть То есть Абсолютно понятные грани Между пропагандой Между пиаром Между коммуникацией Между рекламой Потому что пропаганда Несет Очень конкретные цели Для Для Лоббирования И проговаривания Очень конкретных задач Чего не делает реклама Чего не делает коммуникация И чего не делает пиар Но пропаганда Это Она может быть со знаком плюс? Вот если мы приводим Такие хрестомативные примеры Пропаганда здорового образа жизни Да Или это что-то другое? Да Это тоже может быть абсолютно Абсолютно Я подтверждаю это Да Потому что Это технология То есть Все зависит Для каких целей Для каких задач Данная технология Используется Но В конечном итоге Это в любом случае Является пропагандой Что касается Контрпропаганды Насколько Сегодня Мы можем говорить о том Что Учитывая информационную войну Условную информационную войну Потому что По-разному это называют Между Россией и странами Запада Вот Контрпропаганда Она существует Или это такой Некий миф сейчас? Ну она существует Но она на самом деле Очень вялая Потому что Нужно В каждой войне Или в каждой Или в борьбе Нужно понимать Противника Нужно знать Его слабые и сильные стороны Надо знать его технику И соответственно Надо применять Контр-атаку Надо ли применять Контр-атаку? Должны ли СМИ Применять Контр-атаку? Да, должны Я считаю Что Если это пускать На самотек То В том разнообразии Информации И манипулирования Информации А манипуляция Информация Она Довольно Проста В плане того Что Человек потребляет Даже невольно Проходя мимо Ларьков Где играет радио Проходя Мимо каких-то точек Где показывается Какая-то картинка Да Человек на самом деле Манипулирует Его сознанием Даже Как ему кажется Что он не подвергается Этому Да То в любом случае Это происходит Поэтому Просто Вот поднять руки Сказать Что нам это не важно Или Ну вот пускай Вот идет Как она идет То есть примеры И мы видим Как на самом деле Можно менять сознание Людей Можно менять Ихнее мнение И поэтому Этим надо заниматься На самом деле Ну подождите Что касается Контр-пропаганды Вот говорят о том Что лучшая Контр-пропаганда Это качественная Журналистика Это Вот он ответ Вот есть Условно говоря Одна сторона Условного фронта Которая дает ложь Есть качественная Журналистика Которая дает Ну по возможности Объективную картину Контр-пропаганда Это я так понимаю Что все-таки История несколько другая Нас бьют ложью Мы бьем ложью То есть Вы за вот эту историю Нет Тут даже не в том Что ложью бьем Да То есть Вот как бы Первый вариант Вот тот идеальный Да Как вот в сказке Что добро Всегда побеждает зло Не всегда К сожалению Да Вот Поэтому Если мы говорим О таком Как бы В ключе Плюса Контр-пропаганды То это Просто в том Что ты учитываешь Каждый шаг Для Противостояния В эту информацию То есть Ты не должен Как бы Бить ложью Но ты должен понимать Как Шаг Он даст Как он повлияет То есть На это Да Что будет Действием Эффектом В конечном итоге Да То есть Это можно Очень грамотно Просчитать Те шаги Позитивные шаги Да Со знаком Плюсом Которые приведут К определенным Вот Поставленным Задачам Или ты как бы Вот избежишь Чего-то У вас есть пример Пример Как действует Контр-пропаганда Например Вот в Эстонии Ну скажем так Что Вот прямо Вот сейчас Вот так Прямо взять Какой-нибудь Такой Вот очень Понятный Маленький Такой пример Вот показать Вот на яблоке Как вот Она Вот разрезана И как она Там Собирается Будет Сложно Мне Да Я просто Знаю Как работать За кулисами Я знаю Насколько Профессиональные Специалисты Задействованы 10% Через Аудио И 10% Только Как бы Ну вот Информации То есть Там есть Как бы Все эти Вот технологии Да И вот И вот на самом деле Эффект Телевидения Он В этом Смысле Абсолютно Ну Он Просто Он имеет Абсолютно Громадное Воздействие Да Ну Это известно Что Телевидение Лишает Человека Возможности Домысливо То есть Он предоставляет Полный спектр То есть Картинка Визуальная Текстовая И так далее Но Если Говорить О журналистике И о понимании Журналистике Потому что Вот Например У нас На радио Возникла Дискуссия С Павлом Шереметом Это известный Российский Журналист Который Сейчас Работает На Украине И он В частности Говорил о том Что в условиях Войны Причем Как реальной Так и Информационной Журналист Должен занять Сторон Он должен Сказать Я с этими Или я с теми Я с этим Категорически Не согласен Вот Ваша позиция Какая Журналист Должен занимать Сторон И может Ли он Если Должен Оставаться Журналист При этом Я считаю Что нет Потому что Зная Журналистские Круги И отношения Журналистов В Эстонии Эстонских Журналистов И Союза Эстонских Журналистов То Это очень Четко Проговаривалось Уже Ранее Что Журналист Должен Оставаться Независим В любой Ситуации То есть Он Должен Давать Информацию Как бы Передавать Ее Тогда Получается Что Контрпропаганда Исключается То есть Тогда Мы говорим О том Что Контрпропаганда Это Качественная Журналист Я понимаю Но Как говорится В каждой Правде Есть доля Лжи Или Наоборот Но Просто Когда Ты Компилируешь И составляешь Эту Новость В любом Случа Ты Все равно Исходишь Как бы Из От Своего Воспитания От Многих Вещей Которые Есть В тебе И Субъективность И Вкуса Кому То Нравится Соленое Кому То Сладкое И В любом Случа Эта Информация Она Но Она Не будет Никогда Такой Чистой И Рафинированной И В любом Случа Она Прибедет Какой-то Вот Определенный Тон Это Некий Вопрос В том Что Насколько Ты можешь Это Еще Как бы Добавить Если Мы Говорим О Российских Журналистов И Украинских Журналистов Где Статус Журналиста Он Немножко Иной Чем Вот Мне кажется При Балтике В Литве И в Латвии В Эстонии Что Там Они И Имеют Статус Но Не в том Что Небожители Да Но Они Лидеры Мнения Журналисты Вообще Лидеры Мнений То есть Журналист Электронного СМИ Тем более И Поэтому Вот От них Наверное Требуется Чтобы Они Заняли Позицию Потому Что Народ Скажем Так В славянской Культуре Это Очень Культивируется То есть Понятно Что Это Царизм То есть Должен Кто-то Быть Вот Всегда Должен Кто-то Быть Который Скажет Как Будет Правильно Куда Надо Ити Поэтому Поэтому Вот Требуется И Ожидается В том Что Даже Каждый Журналист Имеет Какую-то Определенную Точку Зрения И Вот Тогда Он Самый Крутой Журналист В Нашей Культурной Среде Это По-другому И Я Считаю Что Это Правильно Ну Такие Мы Это Вот Так Все У Них 6 2 12 93 9 6 2 13 93 9 Телефоны Прямого Эфира Звоните Присоединяйтесь К нашему Разговору У нас В гостях Сегодня Специалист По Стратегической Коммуникации Из Эстонии Артур Раукенайнен И Я Также Предлагаю Вам Писать Видеочастие На Портале Mixnews Точка ЛВ Хорошо Но Что На Ваш Взгляд Изменилось В После Сирийской Компании России И так Далее Как Это Медиа Среда Изменилась Информационная Площадка Изменилась Ну Вообще Ну Не только Изменилась Медиа Среда И Новостная Среда То есть Вообще Все Меняется И Меняется Даже В том Плане Что Если Мы Обратимся Кино И К театру Но Вообще Тренды Меняются Вообще Новости Они же Делаются Для Кого Они же Не Делаются Кому То Люди Их Потребляют Отношение Людей Изменилось Частота Потребления Новостей Изменилась Форма Потребления Изменилась Пришли Гатчеты Технологии И Поэтому И Изменились Сами Такты Самые Способы Проговаривания Да Что Мне Жалко Что На самом деле Это вопрос Восприятия Вы считаете Сейчас Другой Соответственно Новости И Содержание Идет за Восприятие Да Конечно Потому что Меди Каналы Меди Корпорации Они же В первую очередь И даже И гост Телерадио Они же В конечном итоге Все-таки Все же Борются За Внимание Телезрителей Они формируют Свою аудиторию Или аудитория Формирует их Это Мне кажется Принципиальный вопрос Кто Виляет Собаку Воспит Или Собак Нет Все-таки Формируют Медиа Медиа Корпорации Хотя Кажется При этом Они борются За внимание Да Давайте Примем Звонок У нас на линии Радио Слушатели Здравствуйте Говорите Пожалуйста Добрый день Добрый Добрый Очень хотелось бы Спросить У вашего Делайте Извините Пожалуйста Делайте потише Ваш радиоприемник Хорошо Да Спасибо Вот такой вопрос У меня К вашему гостю Он Считает себя Специалистом По Всем делам Эти Маркетинговым Буквально Вчера Или позавчера В интернете Прочитала Заявление Какого-то Американского Очередного Или Макфонга Или еще кого-то О том Что С Россией Нельзя дружить По Сирии Потому что Они за кровавого Асада И там Мир не установится Пока Асад Не уйдет Так вот С точки зрения Пропаганды Антипропаганды Как это считать Если Они зайдя В Ирак Уничтожили Ради Уничтожения Кровавого Хусейна Я не помню Уже сколько Миллионов Честно говорю Там за три По-моему И сколько Уничтожила Вот как считать Где пропаганда Где антипропаганда Я как женщина Считаю Что Вернее Размышляю А что же лучше Вот что лучше В этой жизни Для сирийцев Для иракцев Уничтожили Одного Хусейна Погибло Три Там Пять Миллионов Спасибо Ну это Такой вот Вопрос Геополитический Микс Ньюз Вопрос наверное Двойных стандартов В какой-то степени Потому что часто Они используются Вот там Показали Там Не показали Здесь Только жертв Об этом Рассказали И так далее Вот Может быть Эту тему Давайте попробуем Развить Тема Двойных стандартов В коммуникации В пропаганде В журналистике Опять же Как вы это видите Ну причем Это как бы Тема этики И вообще Это как бы Божественная тема Да Не убей И есть ли Бог Вот я всегда Сразу Ну вот На такие вопросы Я Как правило Я отвечал Всегда так А скажите мне Бог есть Потому что Это такая вечная тема Что построены же Множество церквей Есть множество людей Которые верят И которые не верят И которые готовы Тоже убивать Друг друга Это всегда Очень страшно Поэтому Вот за примером Не надо реку ходить Достаточно Вспомнить Сталина Иосифа Ивановича Совсем недавно Об Эстонии Проходили дни Памяти репрессированных Людей Которых Которых Возили Вагонами И вот эта память Она сильна В поколении До сих пор И Люди не могут Простить И в то же время Для Латвии тоже Актуальный вопрос Это сталинские Депортации С 40-х годов И в то же время Если Вот тут Вот недавно В России Выбирали Людей Века Сталин Как бы Выиграл Скажем так Вышел в топ Вот тут Всегда вопрос Что Насколько Оправданные Жертвы При Проведении В жизнь Цели То есть При управлении Насколько Менеджмент Позволяет Приносить В жертву Для того Чтобы Грубо говоря Как бы Выкинули в топ 10 человек А спасли 50 человек Вот это вопрос По поводу Жертвы Ну понятно Что жертвы Не оправданы Вопрос Наверное в том Что одним Это Прощают А другим Нет Я имею ввиду Сейчас даже Общественное мнение То есть Из серии Что позволено Юпитер Не позволено Буку И так далее Да Вот я вот думал Вот О примере Может быть Пример будет Не самый лучший Может быть Он будет Российский Пример Просто я вот Очень хорошо Помню Ту ситуацию Когда Россия Ввела Войска В Грузию 2008 Да Да И вот Буквально В этот же самый День Была Кризис Соседание Правительства Эстонии И у них был Прямой эфир В вечерних новостях И после этого Было вступление Владимира Владимировича Путина По BBC Которое тоже Транслировалось И вот В этот контраст Я запомнил На долгие Годы Что Наша Правительство К сожалению Вышло Вся Такое Помятое Небритое Немытое Уставшее И вот И вот Потом Вот Появляется Картинка BBC Да Где Владимир Владимирович Вот Объясняет На Фоне Интерьера 18 века С искусственным Солнцем С красивым Шикарным Букетом Нежно-розовых Роз Интерьер Выполнен В стиле Рококо И все И вот Он Вот Знаю Почему Они Вот Россия Даже Не федерация Почему Россия Решила Помочь Соседу И это Выглядело Блин Все Очень Красиво И ты Вот Даже Поверил Ему И он Выступал По BBC Да И вот Ты начинаешь Понимать Вот Как Эта Технология Она Просто Вот Настолько Вычищена Что Ты Смотришь Даже Будучи Сам Профессионалом И ты Начинаешь Понимать Что Но Это Сделано Очень Потому Что Многие Люди Не Обремененные Новостями Да Для Них Это Сущая Правда И вот Они Это Воспринимают Они Это Потребляют И Хамают Просто Так То есть Телевизор Как Последняя Инстанция Вы Об этом Последняя Станция Давайте Еще Звонок Примем У нас Радиослушатели На линии Добрый день Говорите Пожалуйста Добрый день Добрый день Я к сожалению Не с самого начала Включился В вашу передачу Но я услышал Только Вопрос О том Как изменилось Медийное пространство За последнее время Я считаю Что Россия Переиграла Всех И это Хорошо Потому Что Во-первых Ситуация Очень сильно Меняется Например За последнюю Только неделю Англия Проголосовала За выход Из Евросоюза Раз Литва Отменила Блокировку Российских Каналов Это два И в-третьих Я всегда Всех Отсылаю К фильму Американскому Кстати Который Американцы Сняли Сами О себе 1978 Года Называется Три дня Кондора Так вот Там в самом конце Последние Две минуты Агент ЦРУ Говорит то Что Америка Делает Последние Последние Десять лет Он говорит О том Что Мы сейчас Проводим Это было В 1978 Году И он Говорит о том Что Мы сейчас Проводим Исследования В странах Где нефть Сколько Нужно силы Сколько Нужно Солдат Сколько Нужно Потратить Денег На все То Чтобы нам Сделать то Что мы Захотели Поэтому Медийное Пространство Последнее Время Запад Проигрывает Окончательно И я считаю Бесповоротно Перед Россией Спасибо Ну это На мой взгляд Конечно вопрос Достаточно спорный Потому что В русскоязычном Сегменте Возможно Что касается Западных СМИ Там Наверное Ситуация Несколько Другая Вот По вашему мнению Артур Как Россия Россия Выигрывает Информационную Войну Если мы Говорим Об информационной Войне Я тут Буквально Два Дня Назад Просмотрел Фильм Зеркало Тарковского Тарковского И там Есть Такая Сцена Где Прочитывается Пушкин Про Судьбу России Ты понимаешь Что это было Написано 200 лет Назад И Ничего Не изменилось То есть Тот вопрос Который Был поставлен Пушкин Он Абсолютно Существующий Ныне Действующий С той же Самой Риторик Тут Нет Такого Что Мне Очень Не нравится Это противостояние Запада России Америка Нам Поможет В то же Время Всегда За границей Нам Поможет Да И в то же Время Всегда Кто же Лучше Мне просто Кажется Что нужно Просто Делать Вещи Хорошо И Просто Все Будет Как Мне Опять же Вот Такое Субъективное Мнение Да Вот Проблема Людей В том Что Они Очень Любят Как бы Подпитываться Такими мифами Такими Вот Аллегориями Такими Вот Статутами Кто же Такой Вот Державный Кто же Лучше Что Там Вот У них Заговор Там У них Заговор Но Это Коллективное Бессознательное Упрощение Толпа Или Даже Аудитория Может быть Аудитория Скажем Да Потому что Я Выбирал Слово Но Толпа И Я ее Вот Сознательно Не Признес Потому Что Людей Но Людям Не Нарается Когда Их Вот Стараются Какие-то Рамки Загнать Поэтому Скажем Аудитория И Это Будет Правильно Что Мне Кажется Что Самосознание Людей Она Растет Попоследок Того Что Просто Информационное Поле И Способы Потребления Медиа И Ее Доступность Они За Последние Десять лет Очень Сильно Изменились И Они Меняются С каждым Днем Вот Буквально Просто И И Тут Конечно Тут Конечно Вопрос Образования И вопрос Того Что Как Людей Направить К тому И призвать К тому Чтобы они Сами Селектировали И умели Распознавать Те Новости Где Да Вы Не Видите Да Ардур Вот Вы Сказали Что Люди За Десять Лет Они Может Будут Лучше Разбираться Но За Эти Десять Лет Накопилось Огромное Количество Дезинформации Которые Воспринимают Как Информацию И Ищут Подтверждение Тому Пониманию Но Не Зная Что Это Дезинформация Она Как Правда Человек Хочет Слышать То Что Хочет Слышать Если Так Коротко Да Вижу То Что Понимаю Я Скажу Еще Проще Или Страшнее То Что Так Называем Product Place Лоббирование Каких-то Трендов И Продуктов Самого Нового Шампуня Например А Шампунем Может Быть Какая-то И Политическая Какая-то Точка Зрения Да Вот Научились Вот этот Продоплейс Очень Эффективно Забуалировать В новости И вставлять Их В такие Вот Слоты Что На самом Деле Человек Даже Может Даже Не Понимать Этого А на самом Деле Ему Как бы Продается Это Такое Программирование Да Да И Продоплейс Он Сейчас Везде Вот Просто Вы можете Идти по Улице И На вас Просто Рушится Куча Информации И вот Упрощение Новостей Это тоже Продоплейс Где В принципе Новости Стали Одним Абзацем Где Новости Стали Только Заголовками Короче Да 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 Но Мы Все Равно Признаем Ну Как бы Мы Если Мы Покупаем Этот Шампунь А там Не Шампунь То Все Эта Схема Перестанет Работать И Вначале Вы говорили Да Пропаганда Есть Когда Творожок Но Это Когда Творожок Вот Если Например Творожок Он Не Экологически Чистый Да Это Тоже Перестанет Работать То Люди Они Все Способны Разбираться Да Конечно И Поэтому Я Говорю Что Потребление Медиа За последние Десять лет Изменилось Я Очень Надеюсь Что Сознание И Самозознание Аудитории Она Будет Повышаться Так Аудитория Глупеет Из-за Этого В этой Борьбе Пропаганда Против Антипропаганды Но Мы Говорим Если Когда Касается Лжи Да Аудитория Умнеет Или Глупеет Вопрос Хороший Потому что Одна сторона Говорит Что Она Глупеет И Глупеет Все Больше И Больше И Лучше И Легче Манипулировать Мой опыт Опять же Показывает Что Самознание Растет То есть Это парадокс Получается Это парадокс Получается Да И Будет Обязательно Будет Противостояние Еще уточняешь Потому что Мы не можем Навязать Людям Культуру Мы не можем Людям Навязать Желание Развиваться Желание Изучать Внедрять Потому что Все телевидение Все продукты Все Энтертайм Все Наслаждения Они упрещены До минимума Теперь И чем проще Клиповая Клиповая Да То есть Люди не способны Читать долго книги Они просто Не способны Физически Они не могут Час Вот сесть И почитать Книгу Для них Это Физически Невозможно Вот Уточняющий вопрос И люди Которые Способны Сейчас Становятся Умнее Это Связано С тем Что Молодое Поколение Подключилось К политическим Вопросам Или С возрастом Это как-то Связано Или Старшее Поколение Тоже Способно Критическим Да Вот вы сказали И сами Засмеялись У меня был Очень такой Хороший Такой Вот Опыт Сейчас Я Тут Буквально Вот Недавно На 9 мая Мне нужно было Поехать к маме А мама у меня живет В маленьком городе Вот в Эстонии По дороге В Санкт-Петербург И я сел На самый последний Вот Точной поезд Автобус Вернее Вот И поехал к маме И я Вижу Вот Переди меня Очень старенький Человек И он старается Через монитор Который встроен В сиденье Найти новости И почитать И как бы еще Там Перелистать их И я понимаю Что ему очень много лет И что он Он уже в интернете И он читает новости И я ему помог И я с ним разговаривался Он конечно Как бы оказался Профессором И И разработчиком И инженером Вот Поводных лодок И так далее Да Это конечно Да Но в то же время Он сказал Что он следит за медией И он интересуется этим И вот для него Телевидение Но является Очень большей частью Его жизни Сейчас То Ну вот Меня на самом деле Очень всегда Вот напрягает То что Мы старых людей Очень так запросто Выкидываем За борт Что мы говорим Что вот они Отжили Ну и чего там Будем как бы Ориентироваться На молодых Я бы этого не делал Потому Я понимаю Что На перевоспитание Или переформатирование Ихнего сознания Уходит намного больше Ресурсов и сил Чем на молодежь Потому что Молодежь Она очень такая Вот подвижная Это как Сосуд с водой Да Ты ее можешь просто Влить В любую форму Да И тут не надо Вкладывать очень много Денег для этого Вот и в чем Вот в принципе Вот я вот сейчас Советил очень просто Всегда вопрос денег Где проще И эффект сильнее Туда она и идет Давайте еще звонок примем Радиослушатель на линии Здравствуйте Говорите пожалуйста Добрый день Кстати о пропаганде Сегодня в России Вынесен первый приговор Жителю Перми И он оштрафован На 200 тысяч рублей За репост В соцсетях Информация о том Что в 1939 году СПР вместе с Германией Оккупировал Польшу Вот вам и пропаганда Дорогие россияне Соотечественники Если поедете в Россию Не дай бог там ляпнете Что в 1940 году СПР аннексировал Прибалтику Могут еще и посадить Это была реплика Не вопрос Хотите прокомментировать Артур Я на том Что вот недавно Был в Петербурге Буквально тут Две недели назад Была замечательная Акция Организованная Бизнес-элитой И культурной средой Эстонии И называлась она Тысяча эстонцев Петербург Где вот Тысяча эстонцев Собрали Сели на поезд И поехали в Петербург И тусили там Кто ходил в театр Кто ходил в музей Кто встречался С замечательными То есть эстонцы Разбрелись Да И вот я Я ночевал У своей подруги Которая сейчас живет В Эстонии Замужем За эстонцем Двое замечательных детей И вот я приехал В дом ее родителей Там еще были люди И я вот приходил Уходил Я приходил Очень поздно вечером И вот в первый вечер Я нашел Георгиевские ленточки Которые были завязаны Мне на брюхах И я их Как бы снял И положил Вот рядом И второй вечер Опять у нас возбернулся И опять эти ленточки Были там И когда я их снял Мне сказали А почему ты делаешь То есть Ты что не уважаешь нас И я объяснил Им вот Своё отношение К данной войне К великой отчественной Второй мировой Я сказал Что это моё мнение Я не умиляю Ну достоинств И заслуг Да И заслуг Но Но как бы Вот Манипулируя Вот памятью Что сейчас Сделает Россия Она как бы Вскрывает Те памятники Те захоронения И выносит И вот Оперирует Вот той вот Ностальжи И вот это На самом деле И именно Направлено На пропаганду Вот если мы посмотрим Вот те великие Большие парады Которые вот сейчас Вот проводятся Но пропаганда Чего Пропаганда Величия России Пропаганда Значимости России Люди Тем самым Вот притухаются Другие как бы Проблемы Которые вот Существуют Они же никак На то как бы Не ушли Потому что То самое Вот тут Недавнее Пожелание Вот пенсионерам Которое сделал Владимир Медведев Вот в Крыму Да Дмитрий Медведев Да Дмитрий Медведев Что вот потерпите Да Двенек нет Но выдержите Да И хорошего настроения И вот все вот эти как бы Действия Которые вот сейчас Направлены На поднимание Той памяти Что какая Ну вот Россия была И что она вот Остается великой И большой Это вот чистые Вот технологии пропаганды Это вот абсолютно Вот вам и как бы пример Ну что ж На этом мы сегодня Поставим многоточек Потому что к этой теме Мы планируем возвращаться Еще не раз Она действительно актуальна И волнует многих наших радиослушателей Артур Раухианен Был у нас в гостях Специалист по стратегической коммуникации Из Эстонии Спасибо Артур Что пришли И спасибо за этот разговор Спасибо Эфир провели Мария Сморканс Вадим Родионов Звукорежиссер Евгений Копейн Всего доброго До свидания До свидания До свидания